МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Геннадий Ихнова. Хотя, впрочем, есть и другие темы городской жизни. Вот краткий анонс сегодняшнего выпуска. Малая Родина помнит. В Дашковой песочне появился памятник советскому композитору, автору великих военных песен Александру Васильевичу Александрову. Урока мужества быть. Репортаж из 39-й школы. Белая трость. В Рязани завершилась неделя, приуроченная ко Всемирному дню слепых, а в перинатальном центре обсуждали методики выхаживания недоношенных детей. Но теперь обо всем по порядку. В пятницу 14 ноября в новом сквере на улице Советской армии в торжественной обстановке появился памятник бюст-композитору, известному своими военными произведениями, уроженцу села Плахина Рязанской губернии Александру Васильевичу Александрову. Примечательно, что бюст Александру Васильевичу Александрову появился в сквере именно на улице Советской армии. Ведь во время своей жизни композитор создал великие военные произведения. Среди них, конечно же, «Священная война», «В поход в поход», «Несокрушимая» и «Легендарная». А также Александров стал автором музыки «Гимна страны». Сегодня вряд ли найдется русский человек, равнодушный к легендарной мелодии Александра Александрова. Мы слышим гимн на торжествах, парадах и праздниках. Военные песни до глубины души волнуют ветеранов, трогают сердца молодого поколения. Ансамбль песней Кляске Российской армии, созданный нашим великим земляком, и который теперь носит его имя, известен во всем мире. Коллектив с блеском выступает и на столичных сценах, и в небольших городах. На открытие монумента приехал внук композитора Евгений Александров. Он поблагодарил скульпторов и горожан за сохранение исторической памяти, ведь торжественное открытие бюста уроженца Рязанской области приурочено к празднованию 70-летия со дня Великой Победы. Песня. 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 Отныне сквер на улице Советской армии будет носить имя Александра Александрова. А на фасаде жилого дома по улице Свобода 26 появилась мемориальная табличка в честь ветерана Великой Отечественной войны почетного гражданина Рязани Геннадия Михайловича Яхнова. В Рязани на фасаде дома номер 26 на улице Свободы открыли мемориальную доску герою Советского Союза, почетному гражданину города Геннадию Яхнову. По этому адресу ушедший от нас этим летом герой проживал в течение последних 36 лет. Участие в церемонии открытия памятной доски приняли вице-губернатор Сергей Филимонов и глава города Рязани Андрей Кашаев. Андрей Кашаев поделился воспоминаниями о замечательном земляке. Это был необыкновенный человек. Сильный, душевный, открытый, оптимистичный. Это позволяло ему давать радость всем нам. И большие знания о том, что происходило в годы Великой Отечественной войны. Нам очень радостно, что здесь присутствуют курсанты Рязанского территориального гарнизона. Здесь присутствуют воспитанники Центра «Звезда». Здесь присутствуют рязанские школьники. И когда будут они проходить мимо этого дома, и будут проходить мимо дома их дети, они всегда расскажут о том удивительном человеке, которого мы все знали, которого мы гордились. С первых дней Великой Отечественной войны Геннадий Яхнов участвовал в воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками. В апреле 1944 года майор Яхнов был представлен к званию Героя Советского Союза. После победы Геннадий Михайлович продолжил службу в военной авиации. В 1958 году по состоянию здоровья вышел в отставку. В 1978 году переехал в Рязань. В 12 лет Геннадий Яхнов возглавлял Городской Совет ветеранов, при этом большое внимание уделял военно-патриотическому воспитанию молодежи. И плоды такой патриотической работы, которой занимался Геннадий Яхнов, можно сейчас наблюдать в 39-й школе. Здесь прошел урок мужества. В честь празднования Дня Героев Отечества в школе номер 39 прошел концерт, в котором приняли участие ученики кадетских классов. Посетил праздник кавалер Ордена Красной Звезды Анатолий Пахомов. Наша Родина, Россия, многострадали, мы им так говорим, у каждого поколения в России была своя война. Вот у моих, я считаю, у моих отцов, у ваших дедов и прадедов была Великая Отечественная война, правильно? Мы, вот которым уже 60 лет, за 60 лет, были участниками, правильно абсолютно, вот курсанты сказали, 9-летней войны, почти 10-летней войны в Афганистане. Далее, наши дети воевали и выполняли свой интернациональный долг в двух чеченских кампаниях на Северном Кангазе, принуждениях к миру Грузии, то есть везде участвовали соединения, части воздушно-десантных войск. В Афганистане знаю хорошо эту войну, потому что был участником и ходил на боевые операции неоднократно. В нашей школе, в параллели 10-х и 11-х классах, существуют оборонно-спортивные кадетские классы. В этом учебном году в этих классах обучается почти что 50 мальчишек и девчонок. У школы заключен договор с Рязанским командным десантным училищем, и офицеры данного военного вуза занимаются с нашими ребятами. Мы считаем, что гражданское патриотическое воспитание является одним из важнейших воспитаний современной школы. Занятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи, сейчас проходят во всех школах нашей области. Три великие войны – отечественная, афганская и чеченская – не оставили равнодушными ни одного жителя нашей страны. И мы должны помнить об этих страшных событиях, рассказывать о них молодым, чтобы они знали, что это такое, и чтобы не повторяли ошибок своих предков. А на выходных сотрудники полиции совершили автопробег в память о жертвах дорожно-транспортных происшествий. Одноименная дата отмечалась накануне. Ежегодно в 3-е воскресенье ноября во всем мире вспоминают жертв ДТП. В рамках Всемирного дня памяти погибших на дороге Рязанские дорожные полицейские совместно с региональным отделением Всероссийского общества автомобилистов и Рязанским внедорожным клубом «Квадр-62» провели автопробег памяти. Этой акцией госавтоинспекция еще раз пытается привлечь внимание граждан к проблеме безопасности дорожного движения. Ведь ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях травмируются и погибают миллионы людей. Автоинспекторы подготовили специальные карточки с именами и датой гибели всех людей, ставших жертвами ДТП в нашем регионе с начала 2014 года, и прикрепили их к автомобилям участников автопробега, чтобы люди никогда не забывали о том, что дорога не прощает ошибок. Госавтоинспекция непрерывно проводит работу, направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Однако, какие бы жестокие законы ни принимались, ситуация не исправится, если к закону не относиться с уважением и не исполнять. Пусть как можно больше людей поймет, что на дорогах надо быть взаимвежливыми и соблюдать правила дорожного движения. В этом году на дорогах нашей области произошло более двух тысяч аварий. В них пострадало 2677 человек. 262 человека погибло. 18 из них не дожили до своего совершеннолетия. Автополицейские ведут непрерывную работу, направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Но ситуация не изменится до тех пор, пока мы сами не начнем уважать друг друга. И здесь уже ничего не зависит от жестокости законов и штрафных санкций только от нас. Даже будучи отделенным от окружающего мира железной коробкой, нужно оставаться человеком. А рязанские дорожные инспекторы на выходных побывали у своих коллег у Владимирской области. Там они провели рабочую встречу по обмену опытом. 14 ноября рязанские автополицейские совместно со своими коллегами из Владимирской области провели профилактические рейды на трассе Касимов, Муром, Нижний Новгород, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения. Инициаторами организации совместных рейдов стали сотрудники Владимирского подразделения Госавтоинспекции с целью обмена опытом с коллегами из других регионов России. В течение месяца пройдет еще несколько подобных мероприятий. Были выявлены нарушения, связанные с бронетранспортным средством состояния опьянения, с выездом на полосу встречного движения и с нарушением правил перевозки грузов. Эти мероприятия будут проводиться массовой остановкой транспорта. Так что, пусть водители не удивляются, если где-то в каком-то месте увидят большое вкопление сотрудников Госавтоинспекции. Это связано с тем, что задачей данных мероприятий является проверка большего количества транспортных средств. На прошедшей неделе отмечалось сразу две знаменательные даты, посвященные людям, страдающим проблемам со зрением. В результате завершилась акция «Белая трость», приуроченная к Международному дню слепых. 12 ноября в преддверии Дня слепых людей в Рязанском отделении Всероссийского общества слепых прошла торжественная церемония закрытия недели «Белой трости», в рамках которой проходили конкурсы, выставки и концерты для инвалидов по зрению. Рязанская областная организация Всероссийского общества слепых была образована в 1937 году. На сегодняшний день их подопечными являются 2150 человек. Хотел бы вас от лица депутатов Рязанской областной думы поздравить с завершением недели «Белой трости» – это ежегодное мероприятие, на котором я всегда присутствую и знаю, насколько оно вам важно, как оно стимулирует вас. В последние годы, согласно медицинской статистике, отмечается стабильный рост рождения детей раньше срока. Проблем преждевременных родов остается одной из тех тем, которые в обществе недооцениваются. И врачи Рязанского перинатального центра в Международный день недоношенных детей постарались напомнить горожанам об этом. У каждого доктора есть особенные пациенты, о которых помнишь всегда. В эту группу они попадают по личной классификации врача, как наиболее сложный, необычный или редкий по диагнозу. А еще существуют градации, как самый маленький по возрасту и даже по весу. Самым маленьким пациентом Андрея Дмитриева был ребенок, родившийся в срок 24-25 недель, с массой тела всего лишь 590 граммов. Сейчас ему уже полтора года. 17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. Данная проблема находится под пристальным вниманием как государства, так и региональной власти. Медицинские и экономические вопросы выхаживания недоношенных детей планомерно решаются. Эту задачу в нашем регионе, как и во многих других, выполняет перинатальный центр, который оказывает необходимую помощь женщинам в вынашивании ребенка и выхаживает детей весом от 500 граммов. Усилиями и органов управления Рязанской области и медиков у нас в регионе создана трехэтапная, трехуровневая система оказания медицинской помощи. И благодаря в первую очередь вот этим организационным мероприятиям все женщины с проблемными родами концентрируются в перинатальном центре. И, соответственно, здесь концентрируются и специалисты, и аппаратура, которая необходима для оказания высокотехнологичной действенной помощи. Статистика неумолима, и наш регион не исключение из общемирового правила. Недоношенных детей рождается все больше и больше. И это счастье, что благодаря современным технологиям, профессионализму и заботе опытного персонала даже самые маленькие малыши получают жизнь. У меня родились 17, вот сегодня нам ровно месяц детишки двойня, третий-четвертый ребенок в нашей семье, вес 1,240-1,590 при рождении, родились на 32 неделе. И до этого момента мы даже не подозревали, что есть такие отделения, где таких деток выхаживают и выращивают. В данный момент мы уже сегодня празднуем месяц, уже достигли веса гораздо большего. И вот благодаря врачам сначала 17 дней в реанимации, потом, соответственно, вот сейчас отделение патологии недоношенных, новорожденных, наши детки растут, у нас есть шанс где-то, может быть, через месяц уже домой вместе выйти. У меня родился мальчик, килограмм 300, тоже скоро будет месяц, 22-го числа, третий ребеночек. Тоже в реанимации лежали долго, потом перелись сюда, ну, уже так подрос, уже можно взять и на ручки, и подержать, и покормить. Это был последний видеоматериал нашего выпуска. Однако есть еще оперативная информация от Рязанского управления МЧС. Завтра и послезавтра утром в 7 часов 45 минут и днем в 14 часов 30 минут будут запущены электросирены. Проверка проводится для того, чтобы оценить, как работает автоматизированная система оповещения гражданской обороны. Так что волноваться не стоит, тренировка учебная. Далее в эфире программа подробностей. Гостем студии стал актер Рязанского театра драмы, народный артист России Сергей Леонтьев. Кстати, недавно Сергей Михайлович отметил свое 75-летие. Впрочем, разговор в студии пойдет и о другом. На сегодня это все, и до встречи в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова